Что ж, всем привет ребят, с вами снова Демси и сегодня мы продолжим проходить Black Mesa, ну или ремейк первого Half-Life'а, как вы понимаете, эта серия вышла уже после тех двух предыдущих, поэтому я посмотрел все ваши комментарии и советы, спасибо вам огромное, что вы их оставляете, и не забывайте кстати ставить лайки, я видел вашу активность, да по просмотрам не очень, но надеюсь, что хоть по лайкам каждый из вас, кто зашел это видео посмотреть, прожал его и спокойно продолжает просмотреть. Так вот, оказалось, что можно спокойно проходить на любом уровне сложности, потому что здесь нет ачивки, как таковой, за максимальную сложность, и также много вещей мне прояснили, оказывается я там пропустил некоторых ребят в начале, типа то ли какую-то женщину, то ли еще кого-то, нужно вернуться и освободить эту комнатку, ломиком пробить. Короче да, продолжаем, я наверное буду кстати каждые 10-15 минут делать стык, потому что иначе у меня звук с вебки отстает, не знаю почему. Где эта комната находится, подождите, где-то она была сзади, тут что ли? Нет, стоп, это я уже не туда иду. Почему они так молчат, мне неловко? Почему потише-то? С кем они раз... Господи, как же они бегают? Я это видел. С кем они разговаривают вообще? Где эта комната? Слушайте, я ж помню, находил ее. Пока туда идти не буду. Вот альтернативный путь, наверное. Нам за это ачивку даст... Эм... Да, сюда пока не стоило идти. Подождите. Где эта дверь? Тут понятное дело, что закрыта. А, вот она. Ты мертв? Мертв. Да. Как я... Как я мог забыть вообще? Без паники, это человек. Если ты пытаешься... Точнее, пытаешься выбраться, то я отправлюсь с тобой. Не уверен, что нам стоит выходить на поверхность. Что если мир узнает, что мы здесь... Чем мы здесь занимались? Как знаешь, Клиффорд. Как отсюда выбраться? Подождите, я возьму аптечку, у вас можно? Никто не запрещает? Ровно сотка. Ну, там даже чуть-чуть осталось еще. А ты идешь? Хм... Фулз. Я буду ждать, чтобы более комодийный спаситель. Понятно. Его нельзя с собой взять. Да, нам нужно всех ученых, всех охранников, всех этих ребят с собой перевезти на место встречи. Куда там. К выходу, короче. Всех, кого только можно. Вроде бы F5, да? Это быстрое сохранение. Подождите, я хочу проверить сразу. Не вижу, чтобы оно срабатывало. Подождите. Какая сетевая игра? Сохранить игру. Нет, это не то. Это ручное сохранение. Короче, я... Что? Что это было? Да, типа вот это путь, который... Официально, скажем так, да? Линейный. Постойте здесь. Да, подождите здесь, а я пойду сюда. Тут еще и броня была. Что у него с руками случилось? Бедолага. Так вот, наш путь. Подождите, сюда можно вообще вылезть? Да, можно. Действительно секретный путь. Потому что тут надо было еще и потолок сломать. Сюда нельзя. Друзья, чувствую себя каким-то, как его, мастером в поиске секретов. Хотя да, из меня такой мастер. И оказывается пропустил некоторые ящики, которые можно было сломать. Да уж, эти ящички потом... О! Ачивку дали. Эти ящики я буду потом разбивать. Так, подождите. А остальных надо что же спасти? Я, наверное, смогу сейчас пробраться туда же. Что? Что происходит? Это я сам выберусь. А я могу как-то... Назад пути нет. Я, конечно, всегда могу перезагрузиться, я понимаю. Но не хотелось бы какие-то важные детали упускать. И да, почему это я решил, что у Глоков, CSGO 200 патронов дополнительных. Спасибо, кстати. Разбивается? Нет. Просто открывается. Кто бы мог подумать? Да, альтернативный маршрут интересный. Я надеюсь, смогу все-таки вернуться. Ничего себе они прыгают. И, кстати, да, можно было бы скормить одного хедкраба... Хедкраба Барнаклу. Вроде бы так они называются. Те, которые висят. Но, во-первых, я не вижу никого поблизости. А, во-вторых, это уже такая ситуативная ачивка получается. Вот они. Нет. Не они. Я думал, это мои. Ой. Я еще за ними вернусь. Да, можно было в бочку выстрелить. Но уже поздно. Мне явно дальше нужно идти. А пока давайте я вернусь к своим ребятам. Вообще нужно осмотреть тут. Чего нет? Стоп, что? Куда я пришел? Типа вот сюда? Это как раз то место. А-а-а. Мне бы сейчас хедкрабика найти. Я бы выполнил ачивку эту. Привет. Я тут случайно послушал переговоры. Военные уже прибыли. Они идут на помощь. Да? Ты уверен, что военные нам помогут? Потому что я чувствую, я буду с ними воевать еще. Ты с нами не будешь идти, да? Ну, хорошо. Не на того, на па... Прикольно. Я промахнулся в упор с дробовика. Нормально вообще? Сейчас бы упор промахнуться. Где мои ребята там находятся? Вот они стоят. Хорошо. Это будет долго, если я буду по одному хп. Что это за вонь? Даже не знаю. Мне бы одного хедкраба найти. Я всех перемочил уже. Зачем-то. Как проходит процедура отладки? Давайте я хотя бы 80 сделаю, а там уже... Надеюсь, найду хп. 80. Так. Интересно, можно ли здесь открыть? Ну, наверное, нет. Потому что дверь такая... Намекает, что это невозможно. Ну, все, тогда можем... А, их не могут схавать. Она не может их достать. Я больше ни шагу не сделаю. Я тебя понял. Ладненько, тогда придется его... Уничтожить. Ну, в смысле... Это, расстрелять. И... Да. Во-первых, тут хватает в эти патронов. А во-вторых, можно правой кнопкой и мышкой стрелять. Так будет быстрее. Загулок. Ладненько, сэр. Ладненько. Ладненько, я буду здесь. Гоу, гоу, гоу. Гоу, гоу, гоу. Все? Все в сборе. Пошли. Пока что трое. Сколько их должно быть всего? Вопрос открытый. Потому что я этого не помню. Тем более, некоторые не хотят с нами идти. О, боже. Бесконечные загрузки. Пошли, пошли. Эх, убил я уже хедкрабов. Причем, опять-таки, они были просто этажом выше. Что за непруха? Что это за запах? Здесь я уже всех перемочил, так что... По идее, угрозы быть не должно. Пошли. Как хорошо, что фонарик не разряжается. Я не могу нарадоваться этому, потому что во второй части были проблемы, кстати. Это... Это от кого осталось? Так, мы идем уже. О, смотрите. Серьезно? Сейчас бы монтировкой нельзя было сломать этот замок. Подождите. This is my little corner, and I'm sticking to it. My little corner, да-да. Ты кто? И почему все еще здесь? Отправляйся наверх. Я слышал, нам на помощь идут войска. Так, погоди. Давай-ка я всех сюда. Возьму с собой. Ты идешь? Отлично. А что там внизу было? Тварь без ноги. Нет! Уйдите, уйдите! Сюда-сюда-сюда-сюда-сюда. Стой, стой, стой. Никто не умер. Поблизости доктор. А я могу им просто аптечку кинуть? Или им без разницы? Это просто так сделали специально. Просто аптечка валялась? Только и всего. Ну, еще и патроны. Причем, опять-таки, я мог в бочку выстрелить. Я эти бочки в упор не вижу иногда. Все, пойдемте. Давайте я поставлю аптечку. Моя братва. Ну, конечно же, экзит, который закрыт. Мне кажется, тут будет сейчас бобо. Да, так что подождите. Опять появятся какие-то... Ну да. Хотя они бы помогли мне, наверное. Ой. Есть ли тут барнаклы? Наверное, нет. Ладно, я не буду его пока трогать. Они будут стрелять по ним? Походу, да. Они просто не будут идти со мной, но если вдруг видят поблизости хедкрабов или еще кого-то, то расстреляют. Да, сложность, как мне писали, довольно простецкая в этой игре. Потому что... Потому что в основном тут приходится бородить в одиночку и... Стоп. Почему ты аж здесь? Я же попросил тебя подождать. Да. Короче, тут будут затупы только когда появится много противников, типа тех же военных. И скоро это будет, потому что я помню локацию подобную с противниками. найти нельзя. Все закрыто. Мне только броню жалко. Я ее просто так слил, по сути. Это телевизор неработающий. Металага. За столом умер. Мы вообще на верном пути? Я думаю, что мы на верном пути, потому что мы идем только вперед. Пройти можно? Они пролезут? Ааа, вот все. Кажется, я их довел. Наверное, да. Потому что передвинуть я не могу. И они не могут проползти. Поэтому пока что будем... А что это такое, кстати? Типа больше хп дает или просто так? Декорация. Типа то же самое, только розовые. Ну, фиолетовые. Закрыто. Ой. Хотя я их могу и так перебить. Давайте. Перебил. Мне бы аптечку взять, да? Вернуться. Но я возвращаться не буду. Вообще, подождите. Чего это? Я могу сразу два заюзать? Вот так. А? Что, простите? Это дает 2 хп? Нет, мне просто показалось. Отлично. Лайфхаки. Ничего нет. Мало ли. Вот. Про эту морозилку я, наверное, говорил, когда в первой серии или во второй мы попали в похожее место. Тут, мне кажется, закроют. Тихо, тихо, тихо. Я спасу ее. Кажется, одного даже босса можно монтировкой убить. Представляете, насколько мощное оружие? Все, все, все. Все в порядке. Так здесь безопасно. Иди за мной давай. Я так буду хилиться. Наверное, оно не бесконечное. Со временем заканчивается количество... А, все? Не, могу все еще использовать. А, все? Да? Нет. Какой-то баг. Почему у меня иногда не срабатывает анимация? Типа, я пью, не пью. Вот, наверное, это уже точно все. Или я не так нажимаю. Все, видите? Вот тут закончилось. Все, я понял. Давайте 90 добьем. А, еще и выбирать можно что-то одно. Я понял. М. А где мое хп? Понятно. Ты будешь здесь стоять или со мной пойдешь? Нет, она будет стоять просто на месте. Но, с другой стороны, это и к лучшему, потому что врагов еще будет много. Я вижу там броню. Тут пройти пока нельзя, но чувствую, что с той стороны нужно дверь открыть. Подожди. Тут же наверняка есть барнаклы. Хоть одного из них оставить надо. Один есть там где-то, да? Где? Ах, ты притаился. Хорошо. Нет, ну ты это, быканул неправильно. Давай, спускайся. Все. Я за тобой еще вернусь. Если вдруг найду барнакла, у меня два пути. Кстати, они могут по вентиляции лазить, так что я бы особо не радовался. О! Нычка! Аптечку я бы скинул просто вниз, но она же не упадет. А, все, я могу так сделать. Я подобрал какую-то другую аптечку. Хорошо. Самое забавное, что только в Half-Life, ну или в Black Messi, у меня так долго сохраняется изображение с вебки. Даже во втором Half-Life было гораздо быстрее. И в других играх у меня нормально. Наверное, комп не тянет. Да, так и есть. Что? Крокодильчик. Не допрыгнешь. Что? Ты убил моего хэт-краба! Вообще, жестокость была только что. Почему я открыть не могу? Ну, это типа электричество или? Наверное, да. Нужно будет якобы... О! Я помню этот секрет. Надо будет подать электричество. И кажется, здесь будет что-то типа мини-босса. Что я подобрал для дробовика? Какой-то мясокомбинат уже пошел. Да, не хватает вентиля. Где бы его взять? Крыса. Я все еще ищу барнакла для ачивки. У меня была возможность сделать это довольно легко, но я затупил. Момент упустил. Надеюсь, не допрыгнет. Не буду их пока убивать. Пацифист. Все дела. Ой. Куда мне надо? Это же я вернулся туда, куда... Откуда пришел? Да, тут еще этот мой дружок ходит. И, конечно же, тут нельзя открыть дверь просто так. Надо опять назад. Наверное, это по скрипту срабатывает. То есть, я в этом не виноват, то, что винты сломались. Или Фримен в моменте стал тяжелее, чем обычно. Сомневаюсь. Что в коробках? Вообще, коробки очень важны, потому что их можно ставить и на них залезать. Как я мастерски уворачиваюсь? Ничего себе. А, пропустил вентиль, непонятно как. Как ты меня задел? Сквозь ударил. Не ударит? Короче, я его убью. Я вот так встану, чтобы видеть, если атакуют. Видите, там где-то живой, но он тоже ко мне идет. Отпускать нельзя. Иначе оно вернется. Так, понятно. Я столько хп из-за этого потратил. Вот видите, теперь он возвращается. Ну, вернись. Мне нужно прямо до вентиляции, чтобы я мог залезть по таймингу. Или там как раз впритык будет. Как понять? В принципе, достаточно. Можно чуть-чуть назад. О, это вообще идеально. Где там аптечка была? Вот она. Сейчас бы пользоваться аптечкой, когда только хедкрабы вокруг. но они опасны. Особенно, когда их много и они нападают со спины. Как-то там внезапно. только не говорите, что я А, нет, все правильно, все правильно. Я думал, сломал уже и нельзя никак залезть. Типа, надо было сначала вставить вентиль, покрутить его и только потом пойти этим выходом, но нет. Нет, тут все продумано. Что там такое? Я слышал, она как-то там какие-то звуки издает страшные. Надеюсь, никто за ней не пришел. Давай, хедкраб, нападай. Я знаю, ты здесь есть. Как я должен был его увидеть? Я как бы в курсе, что он, скорее всего, есть. Но просто посмотрите, вот, особенно, вот, когда я пытаюсь вниз светить, ничего не видно. Из-за графония я вижу только тень. Хотя, как можно видеть тень, когда везде темно? Тень невозможно увидеть в темноте. Но Демси видит, да, Демси может увидеть тень в темноте. Хорошо, я запомнил. У них тут даже двое. Я пролезть не смогу, да? Одного придется замочкарить. Я не пропрыгну. Блин, тут еще... Откуда я мог это знать? И второго тоже, да, убить придется, потому что там не пролезешь. не пролезешь. А, их трое. Аккуратно. Одного из них, может быть, стоит замочить. А второго я оставлю. Мало ли, вдруг еще один будет хедкраб. О, о, о. ХП, конечно, солью много. Но ачивку выполни. Давай, давай, давай. Спускайся ко мне, малыш. прыгай. Давай. Он не может? Давай, я вот здесь стою, прыгай. Он, типа, потерял меня? Это будет сложная ачивка. Упади. Я же вижу, ты в воздухе уже висишь. А, он не может упасть. Значит, вариант только один. Нет, может. Может упасть. Давай, 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 сюда, сюда. Отлично, я эту ачивку выполнил. Прикиньте, если я уже ее до этого выполнил. Я, видать, ее уже, уже до этого выполнил. Потому что она бы появилась на экране. Капец, столько времени убить, а она, оказывается, выполнена. Два выстрела для того, чтобы убить. от крабика. Короче, столько хп, столько брони слить, столько времени и нервов потратить, а в итоге все зря. Жоня там, наверное, со смеху уже спотыкается и подавился, наверное, не знаю. Пресвятые небеса, ты меня так напугал. Не рассчитывайте, что кавалерия спустится сюда в поисках нас, док. Да, все нужно делать. Надо самим выбираться на поверхность, я знаю. но учитывая, что все лифты вышли из строя, лестницы никто не отменял. Так, можете постоять здесь? А, ты вообще будешь... не, он будет со мной ходить, я думал, будет ждать. Хочется раньше времени не лезть с ними никуда, чтобы не убило их там. окей. Мозилла. Мозилла. Ой, что это с ним было? Как вообще Кляйнер и Илай выбрались? Кто-нибудь знает вот предысторию? Как они выбрались? Как он ударил на таком расстоянии? Кажется, минус я сейчас буду в моменте. О, это же там мои братки где-то. Они так не смогут попасть. Не понял. Сколько им надо попасть в тело, чтобы они откинулись? 11 хп? Хардкор? По-моему, еще один был. Он убежал или я его убил? Это я могу спрыгнуть к своим? А толку к ним спрыгивать? Я такой путь проделал ради чего? Разве что эти могут спрыгнуть. Давайте, за мной. Они могут к ним спрыгнуть по идее, да? Я могу их оставить там в безопасности. Боюсь, мне никак не перепрыгнуть эту шахту. У меня не очень с физподготовкой. Походу, мне придется побыть нянькой. Ты же тоже не сможешь перепрыгнуть. Мне нужно как-то... А как? Это вообще возможно? Да нет, там нереально. Я выгляжу круче, если держу пушку вот так. Понятно. Полезу я один. Не останавливайся, пока не доберешься до поверхности. Могу как-то его спасти. мне кажется, его невозможно спасти, но я могу попробовать еще раз. Я помню этот момент, только не помню, чем он закончился. Подождите. да, правильный автосейв. Секундочку. Хороший автосейв! Хороший! Просто загрузился в момент, когда меня избивают. Но хоть хп больше останется, я сломаю реальность. А, промахнулся. От этого застрелить. Давайте, появляйтесь. Перезарядка. Что? Как они промахиваются, не будем. Вот это я сейчас не понял сам. Так, все, минус два. Это даже лучше. Данное сохранение мне даже больше нравится, потому что хп оставил 41. Хотел бы я помочь в перестрелке, но я пацифист. Я тоже люблю быть пацифистом, но не в этой игре, к сожалению, не получится. Давайте, давайте, идите сюда. А, это еще заскриптованный разговор получается. Давайте, я сохранюсь. Быстрое сохранение. Мне кажется, его невозможно спасти. Да, его невозможно спасти. Я только вместе с ним могу упасть. Так что, извини, но такова жизнь. так, стоп. Тут паркур пошел. А что тут? Секрет? Для чего я это все сделал? Ну, типа, да, походу, какой-то секрет. Ладно, для чего здесь вылезать? Может быть, потому что тут лестница есть? Мне изначально нужно было идти вот так, а не прыгать непонятно откуда, да? Демпси. А я просто реальность сломал, и поэтому как бы игра так не задумывалась изначально. типичный я. Значит, действительно, реальность была сломана. А лифт работает? Или я уже думал серьезно, что застрял? Повезло, что загрузка есть. И что это значит? Получается, я смогу вернуться, хотя вряд ли, скорее всего, наверх буду подниматься. А как тогда мне всех спасти? у нас противник. Это первая встреча... Да, это первая встреча с... Нет, подождите, где военные? Мы обречены. Да, это первая встреча с военными. А я могу раньше времени взорвать вот эту... Подождите, мне интересно просто стало, я могу помочь этому бедолаге, но мне кажется, что он все равно умрет. Можно ли как-то заранее лазер обезвредить? Могу. Значит, по идее, я сломал сейчас скрипт. Но вот это уже не ломается. типа спас, но не спас. Чисто в теории, наверное, его можно спасти. Но я это делать не буду. Я просто вернусь сейчас во времени. Возможно, сломаю лазер. Кстати, да, вот удивительно, что такой исход продуман. Ой. Хорошее сохранение, спасибо. У нас противник. Короче, первая встреча с военными будет сейчас. И это уже не шутки. Я могу взорвать гранатой сразу? Отлично, я кидаю гранату. Стой! Не иди никуда! У меня такое ощущение, что если я полезу раньше его, он забайтится, точнее, но турелька на меня забайтится. Куда? Я опять загружаю не то сохранение. А, не нормально, слушайте, нормально. Я сам себя взорвал, мне показалось. О! Все, теперь турелька будет добрый. Я его спас! Одного запаха достаточно, чтобы рвотные спазмы. Я его спас, все! Оно того стоило, я думаю. Тем более, тут можно сохраниться. Прикиньте, да? У кого-то, точнее, у многих, он погибал в начале, сразу на лазер натыкался и взрывался. Но у меня он жив. Ох уж, Dempsey экспериментатор, да? Кстати, там дверь открыта, можно с той стороны зайти. Могу выбрать, что конкретно выпить соду там или еще что-то. Наверное, нет, без разницы. Но это долго будет восстанавливаться такими темпами. Пусть будет 72, я согласен на это. нет. Как делать автосейв? Уже иду, не сняйся, говорите, если что-то потребуется. То есть, он со мной будет ходить, ничего себе я сломал. Ну все, теперь, наверное, у меня будет ачивка. Все люди, с которыми я контактировал, все ученые, охранники, они живы в данный момент. А. Ну такое. Лазер. И нужно пройти. Наверное, да. Может быть, не стоило тригрить его раньше времени. Раньше времени. О, там сейчас нормально залетит. Нет. Неинтересно, я могу вернуться еще к нему. Мазила! Куда ты стрелял? Ну, в смысле, колдовал. Это сложно стрельбой назвать. Уже в крысу было, если честно. Крысюк. Причем, он, походу, по скрипту заспавнился, когда я начал хилиться. Эти места все такие знакомые. Но мне интересно. Значит, я оставил его позади. и, соответственно, он, скорее всего, а, не, погодите, я дверь могу открыть. Он, скорее всего, со мной пойти не может. Давайте глянем. Иди, Гордон! Чувак, ты вообще понимаешь, насколько тебе повезло, что я решил заморочиться и спасти тебя? Стой тут. Не нравятся мне эти бочки. Так, это турелька. Она пока не байтится. Пока я вот в эту область не стану. Их тут несколько. О! До свидания, идиоты! Турельки просто... Что? Они могут поворачиваться по сути у нас 180 или только на 90? Успокойтесь, все хорошо, успокойтесь. Тут никого нет. Вообще, есть ачивка турельками убить какое-то количество противников. Вроде бы 10 или типа того. Как во втором Half-Life я это делал, я обузил одну турельку. Это была легендарная турелька. Везде ее с собой таскал. Что, они так и будут палить? Будет бесконечно. Ладно. Все, я ее сломал. Эту можно было бы с собой взять, если честно, мало ли. Вообще пройти можно? Типа так вот залезть? Подождите, я еще вернусь к этому. Мочи, мочи, мочи! Давай, давай, давай! Имба! Тут я так не пролезу, да? Или смогу все-таки как-то пробраться? Все? Турелька больше не активна? Я понял, я понял. О, это еще все заново. Так, я поставлю паузу, дойду, до этого же места и вернусь, потому что это будет очень долго. Что ж, я дошел до того же места, в принципе, без проблем. Тут еще одна турелька есть, она еще работает? Да, она еще жива. Мне она пригодится для того, чтобы потом выносить каких-то противников. Вот, например, вот здесь. Ой-ой-ой. Давайте пусть постоит тут. Я пока хочу одну штуку проверить. Вообще, там была, помните, комната, где появился зомбак? Там вентиляция, оказывается, есть. Только я не знаю, как туда можно попасть. Или пока еще рано. Зачем эти бочки нужны? чтобы подорвать вот этих вартигонтов, которые тут пришли. С ними нормально справляются и турельки. Да, вроде бы ничего не пропустил. Мало ли. Можно, кстати, с собой звать нашего напарника. Где-то там находишься. Иди сюда. Я сохранюсь. Только он не сможет никак это пройти, но ничего. Турелька находится далеко, она не сможет на него среагировать. Ты сможешь пролезть тут? Дружище. Алло? Что, застрянет там? Может пролезть? Мне кажется, все, вот больше я не могу его за собой тащить. Да. Дальше он не пойдет. Потому что никто из них не умеет залезать на вот эти ящики, коробки и тому подобное. Значит, пускай остается там. Тут еще есть турельки. Чтобы выяснить, где они находятся, мы сделаем хитрость. Эй, ты это, так близко не сканируй. Я ее просто выключил. Там я слышал какого-то ученого, кажется. тут скользко. Если я сейчас попробую кого-нибудь из них подобрать, скорее всего это затриггерит. Ну да. Надо очень аккуратно это делать. Очень. Ой. Фух, мне не заметили. минус одна. Я бы и вторую вынес на всякий случай. Все. Ух. Этого бедолагу не спасти, но она еще рабочая. Она рабочая. Но кажется, она может затриггериться на одного из ученых. это. Так, это. Не делай, пожалуйста. О, тут лестница. Подожди. Мне хочется проверить. Там реальная лестница или просто байт на то, чтобы я прыгнул? Серьезно, видели? Там может быть секрет какой-нибудь наверху. Ну да, там как обычный. Я не могу по ней залезть. Меня забайтили два раза сдохнуть. Так, вот так и стой. Ты кто вообще? Ты когда-нибудь увидел что-нибудь подобное? Да, да, видел. Турелька, мне кажется, тебе стоит полежать. О, ну и, ну или вот так. Вот, все. Больше ты никому не навредишь. Тут есть мина. Точнее, не мина, а это, лазер, который можно активировать дистанционно, я так понимаю. Могу под ним присесть? Да. О, я видел его, да, джиммэн, встреча номер два. Помещение находится под командованием вооруженных сил. Наконец-то, фантастика. Никогда об этом не слышал. После всего этого я даже не знаю, что делать. Блин, я походу реально каждого ученого спасу. О, столько патронов было. Кто эти люди, кто-нибудь знает? Те вообще военные. Я думаю, из этого получится выдающаяся работа. Как считаете? Честно говоря, нечему тут радоваться. Не могу, вылезти. Наверное, их не следует с собой брать. Мало ли что. Я же могу просто оставить их в живых. Или ачивка... Нет, тут они не перепрыгнут, я думаю. Так что в любом случае они остаются в данном месте. Я наконец-то спасен. Да, первая встреча с воякой. И, по-моему, его еще не спасли. Ты зря, зря это делаешь. Во-первых, военные сразу всех убивают. Так что я... О! Наконец-то я нашел это МП-5. Или что-то подобное, короче, похоже на МП-5. Так вот, да, военные здесь всех расстреливают. Я при фаер решил этого вояку замочить. О, подствольный гранатомет. Правда, у нас их пока нет ни одного. Дружище, тебе очень повезло, что я здесь оказался и решил сразу застрелить твоего типа спасителя. Я здесь был? Вообще, они могут за мной следовать? Давайте попробуем проверить это. А ну, давайте. Что? А, ну, тогда они просто остаются. Значит, это просто обычные ученые, которых ты можешь буквально спасти и все. Они не будут тебя сопровождать нигде. Кстати, я пропустил эти патроны. Ничего нет. Кто-нибудь еще проголодался? Да, проголодался. Давно не было мочилова. Я уже голоден. Ты будешь идти со мной? А, хорошо, хорошо. То есть, видите, я его спас. А смысл сюда идти? Что это? Это канистра? Нет, это что это? А, тут, типа, гранатки подобрать можно. Я понял. Ну, все, тогда отправляемся наверх. Столько жизней сегодня спас спаситель Фримен. Ё-моё. На мне все и держится. И, кажется, сейчас будет момент, когда этих военных станет гораздо больше. мне придется с ними сражаться. Тут я уже никого не спасу. Первая встреча! я попал в него. Да вы что? Серьезно? Я буду набегу стрелять. Я буду стрейфиться. Навыки CSGO. туда не убегают постоянно. Течка не буду тебя подбирать. И все равно подобрал случайно. Сколько у них хп? Это не смешно. Парни, кидаю осколочную. А стрейфиться ты умеешь? Это вообще какой-то краузер. Если вы понимаете, о чем я. да, он похож. Нормально, я даже кучу брони сохранил. Ученых этих уже не спасти, к сожалению, потому что тут нужно врываться в бой. Но и опять же, они начинают по ним стрелять сразу же. Так, куда тут дальше идти надо? У нас только один путь. Развилок я пока не вижу. Интересно, где мои все братаны? Все ученые, охранники, куда они там подевались? Могу ли я вообще к ним вернуться? Ну или чтобы они ко мне присоединились? Вот, подождите, вот, вот это такие ящики типа могут хранить в себе какие-то припасы. Или Женя меня опять обманул? Знаете, я не удивлюсь, если он меня тупо обманул, чтобы я время на это все тратил дополнительное. Ему-то что? Ему нормально. Так, это просто чтобы двери закрыть, правильно? Вот эти кнопки emergency. О! Рано, да? я рано выстрелил. Давай. Ачивка за это будет? Нет? По-моему, либо я эту ачивку уже выполнил, либо ее не будет. Но мне казалось, что за это должна быть ачивка. Сейчас бы сохраниться, да? Угу. Но я не буду. Женя вообще сказал, что он не сохраняется в этой игре. Он полагается на автосейвы. но это не наш вариант, правильно? Давайте я сразу возьму или дробовик лучше. Не знаю. Лазеры. Их, конечно, можно проползти, но зачем рисковать? Правильно? Турелька. Вот турелькой наверное военных легко выкашивать. О, я что-то такое припоминаю, подождите. А не много ли вас тут? Ты меткий, просто мастер меткости. Они не могут меня ударить там что ли? Серьезно? Внимание системы внутреннего оповещения черной мезы находится под командованием вооруженных сил. Наверное мне сюда как раз таки надо. Мало ли, я мог что-то пропустить сзади, поэтому вернусь. Вот например сюда залезть можно? Как же удачно. только себе хуже делаю, подождите. Это что? Вот что здесь? Куда разворачиваешься? Не надо. Могу ее просто выключить. Окей. Ничего себе у них радиус атаки. это может быть альтернативный путь, чтобы я с ними не сталкивался, ни с лазерами, ни с ничем таким. Надо глянуть. Просто попробовать. Да, это я уже читал. А нет, всему научному персоналу явиться на поверхность для немедленного допроса. как удобно. С пистолета сейчас убивать. Да. Ну, что было в руках, то и достал. Тем и отбивался. Броню потратил. Жаль, конечно. Но это такое. Можно всегда возобновить. Да, я типа пропускаю это место. В общем, можно, знаете, как сделать. Хотя нет, это очень опасно. Если я так сделаю, турельки будут во все стороны стрелять. Лучше я пройду вот так. И еще дальше. Ага. Есть у меня один план. Называется возьми бочку. Поставь бочку. И отними у себя 40 40 хп. в смысле не 40, а 20 брони. возьмите меня с собой. тут все известно. Наивный. Да как меня на таком расстоянии коцает-то? Ученого расстреляли, кстати. Я не смог помочь. Это не в моих полномочиях. Уже все, я не могу никому помочь. Кто бы мне помог? Понятно. А они еще кидают гранатки. 40 хп, пацаны. Держимся. Звук напоминает какой-то Голилы из Контра Страйк 1,6 нет. Если я буду без фонарика, они все равно будут меня полить жестко. Это от чего зависит. Откуда ты стреляешь? Не один. Она мне короче. Супер закинул гранату, конечно, просто супер. Оу. Попал по нему. Где ты попал по мне? Я ранен. Да ты умер, а не ранен. Ранен он размотал. Причем походу гранатка зарешала, она не была лишней. И тут аптечек. Мало ли. окей, я вас понял, начинается хардкор. Потому что мы еще не выбрались, но как выберемся, там вообще начнется охота на Гордона Фримена конкретная. С вертолетами. В секторе срочно требуется команда по зачистке уранового загрязнения. Да? Ох, сколько что? Что? простите? Откуда у них рпг? Откуда у них рпг? Это я куда вообще? А, это я обратно. Да. Короче, предлагаю на этом пока остановиться. Что-то реально жесткое пошло. Я нормально сохранюсь в адекватном месте. Это была третья серия прохождения Black Mesa или первого Half-Life, его ремейка. Я не знаю, как дальше пойдет дело. Видите, тут вообще какие-то жесткие военные пошли. С рпг, кстати, я могу его убить и потом сохраниться еще раз. Ты умер? Я ему в спину стреляю, он не умирает. Все. Теперь сохраняемся еще раз. Так вот, да, это была третья серия. Надеюсь, что вам нравится прохождение. Я постараюсь выпускать видео в таком же темпе, то есть через день. Это был Дэмси и очередная серия прохождения. Пишите свои советы, не забывайте ставить лайки, заглядывайте в мою группу в Телеграме. Ну и спасибо всем за просмотр. Все, всем пока и увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok